Друзья, всем приветики! Всем приветики, всем привет из города Владивостока! Сегодня у нас пятница, 9 августа и на сегодня день рождения. Так что можете поздравлять, всем спасибо! Заранее всех благодарил от души, что смотрите и оставляйте комментарии. Друзья, всем спасибо огромное! Так, что я вам хотел сказать. Мы с вами сейчас идем прощаться с газелью. Вот такие дела. Мне сейчас позвонил хозяин и попросил отдать газель в чужие руки. Вот так вот. Так что я иду на стоянку. Человек должен мне позвонить. Он говорит, я буду подъезжать к Заре. Он из-под Артема. Говорит, буду подъезжать, позвоню. Я говорю, думаю про себя. Думаю, ладно, я ждать не буду. Ждать я не буду. Не люблю я ждать и догонять. Я приду сейчас, осмотрю газель, заведу ее. И человек подъедет. Отдадим, чтобы все было в порядке. Ну, он, конечно, начал меня спрашивать, что там работает, что не работает. Ну, в общем, мы с ним переговорим, пообщаемся. Я вам потом все скажу, какие были вопросы. И как я на них ответил. Я так думаю, человек взял его в аренду. Вот мы как раз все и узнаем. Думаю, что он ее не купил. Еще что хотел сказать. Вот видите, как бывает в жизни, да? Совпадение это или нет? У меня сегодня день рождения, и я прощаюсь со своей газелью. Ну, не со своей, а с автомобилем, с которым я бок о бок провел практически пять лет. Да. Ну, досадно, но ладно, но ничего вечного не бывает. Все когда-то заканчивается. Так что ничего такого страшного в этом нет. Так что сейчас мы отдадим, и все будет в порядке. Ну, с другой стороны, уже надо отдавать газель, потому что какое-то должно быть логическое решение быть насчет машины. Так ее держать тоже это не дело. Ну, и, конечно, я сегодня с утра, друзья, получил шикарнейший подарок от сына. Просто шикарнейший. Я вам покажу. Я вам обязательно покажу. Ну, что, друзья, прощание славянки включаем, да? Или когда она уже поедет уже с другими людьми. Ой, да. Немножко есть такое, ну, как бы, ни сожаления, ни обида, ни какое-то расстройство и тому подобное. Просто чисто человеческое такое отношение, что вот, ну, все-таки отработал, на ней пять лет. Машинка-то неплохая. Газелька. Неплохая. Ладно, открою, заведу, сейчас должны люди подъехать, заберут, и все будет окей. И все, будем, значит, что-то мутить другое, потому что, ну, как-то надо будет находить какую-то работку. Опа. Работу будем находить. Вот такие дела. Все отлично. Все окей. Тут я все уже забрал. У меня что-то осталось. А тут документация осталась. Пусть мужикам останется. Тут то, что я менял. Тут масло, тут фильтра. Тут страховка. Бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Ладно, заведем ее, запустим, запустим. Последний раз запустим. Так, ну что, газелька, не подведи меня. Последний раз мы с тобой запускаемся. Запустились. Запустились. И окей. Не звонят они мне. Не звонят, не звонят. Где они пропали? Жарища такая. Сколько у нас? У нас температура, друзья. Вчера было 34, сейчас 26. Опа, посмотрим, что будет завтра. Завтра 23, что-то маловато. Опа, во вторник будет 27. В понедельник мы работаем. Будет тоже 23. Нормально. У-у-у. Жарко. И так, люди едут, сейчас должны подъехать с правой стороны. Где-то должны подъехать. Увидят меня и будут забирать. А там уже спросим, для чего им машина. Ну, я так думаю, в аренду, наверное. Потому что он там начал спрашивать номер машины. И т.д. и т.п. Ладно, узнаем. Ну, это точно не покупательный. Это так. Это так, пацаны. Решили взять в аренду. Приехали. Сейчас надо тут кое-что перегрузить в газель. А потом уже ее заберут. Ну, все, друзья. Там что-то в нее перегрузили. Там еще один грузовик стоит. Я задом подъехал. На него перегрузили. И что-то там что-то овощи, что ли, или фрукты. И все. И все. И полетела она у нас в далекие края. Спросил я, поинтересовался у людей. В плане, вы ее в аренду? Или как? Он говорит, у нас общие какие-то там. Это мужичок был. Говорит, у нас какие-то общие дела. И у Юры мы спросили. Он сказал, берите, катайтесь. Вот как-то так. Так что там все завязано в бизнесе. Ну, взяли, будут кататься. Нормально. Все окей. Наше дело отдать. Передать. Вот как-то так. У меня такой сегодня суетной день. Вообще просто суетной. Мне еще надо зайти в пекарню. Отдать им документы. Сейчас я позвоню. Созвонюсь. Там находится нет. Отдать документы надо. Потому что, ну, сейчас я им уже никак не отвезу. Ничего не привезу. Ну, и спрошу. Какие-то заявки будут. Да, вам телефон. У меня знакомый там Сергей из водоканала. Дамый телефон Сергея. Сергеем что-нибудь привезет, отвезет. Фу. А я буду тогда подработку искать уже. На автомобиль. У меня ничего нету. Бам-бам-бам. Все. Пешкодрабом. И на Соболе. Крутая у меня днюха сегодня. Крутая днюха. Сын приходил. Подарок подарил. Круто было. Посидели и пообщались. Ну, и вот с газелью еще попрощались. Пообщались, попрощались. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй. Все отлично. Все хорошо. Да, друзья. Сегодня вообще не мог зайти в YouTube. От слова вообще. Представляете? Вообще не мог. Ну, у меня уже там, смотрю, отписываться начали. Ну, и слава богу. Не надо мне подписки. Потому что 10 тысяч подписчиков мне надо в Роскомнадзор идти. И что-то объяснять им, что я блогер и тому подобное. Не надо подписываться. Так. Ну, и всех поблагодарю, конечно, друзья, кто в джен подписался. Благодарю. У меня там, смотрю, подписки пошли. И просмотры немного. Это меня радует. Так что. Всех благодарю от души. Так что у кого, кто неравнодушен, кому приятно меня смотреть, не хочет потеряться, пожалуйста, неравнодушен. Мне очень приятно, друзья. Опа. Вот мы и дошли до хлебопекарни. Ну, у них какие-то автомобили стоят. Хайс какой-то стоит. Кто-то. Грузовичок. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. У хлебушек. Батончики. Отлично. Ну, все. Я свою местью выполнил. Все отдал. Все, что нужно, отдал людям. Все окей. Все. Пошли домой. Я вам покажу, какой у меня подарок. Какой мне подарил подарок. Ну, скажем так, не только мне. В общем, сын подарил и мне, и супруге на двоих один подарок. Он, как всегда, внимателен насчет этого. У меня сегодня день рождения, а у супруги послезавтра. Друзья, пришел домой. Сейчас вам кое-что покажу, что мне подарил сын. Вот такое, друзья, чудо. Ну, вы поняли, что это такое. это электрический тандыр. Дырку сделаем. Вот такие дела. Вот такой подарок, друзья. Так что я буду сейчас объедаться шашлычком. Вам всем тоже приятного аппетита, хорошего настроения, самое главное, хорошего и крепкого-крепкого здоровья. Давайте, если что, до завтра всем. Пока-пока.